привет всем друзья сегодня у нас такая заряженная распаковочка будет пришел к нам такой вот автомобильный стартер ну проще говоря это у нас обычный повербанк вот с возможностью старта двигателя скажем так автомобиля со севшим аккумулятором но давайте распаковывать давайте смотреть что в середине даже не знаю тут ее так так скотчем или чем скотч скотчем также гранитизировали уже друзья вот не очень не нравится пакет без пупырышек обычный пакет вот не люблю когда так упаковывают китайцы мы сейчас разберемся посмотрим чё там середине вот Вот такой вот чехол. Ну, чехол, я вам скажу, обычный дермантин. Обычный замок. Ничего особенного я не вижу. Скажем так, пошит, как такая вот рабочая лошадка. Есть даже вот такие вот замины дермантина. Прошивки, но может выровняется, это я уже грешу немножко. Давайте раскроем его. Раскрывается легко, абсолютно. Ох ты, ёлки-палки. Вот такая вот у нас брошюрка. Брошюрка на английском языке. Вот. Давайте я вам покажу её более детально. Вот. Надеюсь, что вам видно. Я так понимаю, здесь описание, здесь возможности и комплектация в конце. В таких вот миниатюрах. Ну, и в самом конце очевидно, как всё-таки зарядить наш, вернее, не зарядить, а стартануть наш севший аккумулятор. То есть, завести автомобиль. Ну, давайте разберёмся, что у нас тут в комплекте более подробно. Ну, давайте начнём с такой мелочи, как вот. Переходнички. Вот такие переходнички. На такой резиновой основе. Переходничок идёт папа-мама. То есть, здесь стандартный у нас вход. Вот. А здесь уже переходник, там, на ноутбук. Либо на что-то другое. Ну, скорее всего, на ноутбуке. Вот. Я вижу, что это всё, как бы, для разных моделей ноутбука. Всё довольно качественно. Следующий момент у нас, следующий момент, это у нас вот такие вот переходнички от USB. От USB у нас идут на iPhone. Ещё один вариант microUSB на камеру. Вот. Ну, и обычный USB-вход к нашему повербанку. Ещё вот, друзья, запрятался один провод. Ага. Вот это, наверное, и есть тот основной провод. Через который надо подзаряжать. Вот. Ну, не знаю. Сейчас будем разбираться, смотреть, конечно. Так. Дальше у нас идёт зарядка. Странно, как-то зарядка так упакована. Мрачно. Ух ты. Да ещё и китайская зарядка, друзья. То есть, под неё нужен будет переходничок. Переходничка, конечно, в комплекте нет. Да, вижу, что нет. Ну, что ж. Будем искать переходничок. Что делать? Зарядка идёт на входные 240 вольт, 50-60 герц. Максимум 0,3 ампера. Выход у нас 15 вольт, 1000 миллиампер. Пустая, даже без индикации. Ну, в общем, обычный-обычный зарядник. Так. Давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. С этой стороны вот такой вот у нас к прикуривателю штекер с диодом, кстати, красным. Вот, и такой вот выход маленький. Ну, размер тут невелик. Я думаю, что... Я думаю, что не очень много. Ну, сантиметров... Ну, сколько? Может быть, 60. Может быть, и метр. Сейчас померяю. Нет, друзья, чисто метр. Метровый переходничок у нас. Вот. Обычный. Машины. Хорошо. И такие вот у нас зажимы. Щипцы. Вот. С предохранителем, я так понимаю. Вот. Коробочка с предохранителем. И щипцы. Щипцы выполнены. Довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо, друзья. Жёсткие довольно-таки. Упругие, жёсткие. Плюс-минус. Вот тут видно, да? В середине у нас вот такие пружины скрученные. И вот такой вот штекер, выход. Ну, понятно, что провод довольно-таки толстый. Вот. Ну, у нас, знаете, как китайцы-желебители, кстати, вот пишут на проводе 10 AWG 200 градусов. 200 градусов, это не знаю, что это. Температура проплавления либо что, не могу понять. Пишут как на плюсе, так и на минусе. Вот такая вот надпись. Давайте просмотрим сам наш ковербанк, что он из себя представляет. Значит, вот такой вот средней тяжести. Ну, в данном случае у меня здесь 12 тысяч миллиампер. то есть, это не очень много, да? Ну, если будет видно, вот тут ёмкость капюсити 12 тысяч миллиампер. Вот, модель S01. USB выход у нас пишет 5 вольт 2,1 ампер. Метод зарядки CCCV 15 вольт 1 ампер. Старт сорс 200 ампер. Пиковый момент у нас, пиковая нагрузка 400 ампер. И время, вернее, количество перезарядов у нас тут 1000. Вот, здесь у нас также сертификаты, фирменный пластик там, не знаю, что там. Пластик, кстати, софт-точ у нас такой идёт. Вот, по всему периметру, кстати, со всех сторон, друзья, софт-точ. Несколько такого не супер качества софт-точа, конечно, как есть, да? Вот, ну, приятный такой для рук. Вот, на ощупь, на ощупь очень-таки хорошо. С этой стороны у нас не знаю, что, друзья, может быть, фонарь. Пока что не буду ничего говорить про это. Вот, разберёмся, посмотрим. Тут у нас вот с этой стороны заглушечка для нашего стартера. То есть, это вот именно идёт опция под старт двигателя. Так и пишет старт-инжин. Здесь у нас включить-выключить. Здесь у нас вход 15 вольт 1 ампер. Здесь у нас USB. Кстати, вот кнопка включения-выключения. И выход зарядки самой батареи. Давайте попробуем включить. Держим, отпускаем. Ничего не происходит. Держим. Отпускаем. Ничего не происходит. Может быть, надо здесь включить и задержать. О, включился. Видите, друзья? Заряд у нас не виден, не показан. Горит синим. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, для этого неизвестно. Будем разбираться, будем еще смотреть, конечно. Здесь у нас включить. Здесь у нас выключить. Хотя он плохо стартует сейчас. Не знаю. значит, ключ. Если мы включим, нажмем, он у нас загорается. Друзья, наверное, это все-таки он севший уже, да? Я еще инструкцию посмотрю, конечно. Но думаю, что он разряжен. Вот. Размер невелик у него, да? Ну вот, видите, с ладошкой, да? То есть, совсем невелико. Чудо техники. Меня берут, честно говоря, большие сомнения, что он может стартануть двигатель. Но, тем не менее, если китайцы говорят, ну, если говорят, наверное, так и есть. Попробуем поверить на слово. Вот. Конечно, хотелось бы посмотреть его в действии. Возможно, я в будущем сделаю обзор на него в действии. Вот. Это уже будет чуть позже. Вот. Ну, а пока вот такой девайс, такая вот, такой вот повербанк. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Дальше будет много интересного. Ставим лайки. И всем пока. До новых встреч.